Всем привет! С вами психолог Наталья Коробкова, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы в комментариях под моими соцсетями. Итак, видео, которое называется «Я никогда не увижу, что она осознает, что была неправа. Наказание игнорам». Под этим видео такой комментарий. «У меня у подруги детства папа игнорил её по 3-4 месяца, живя в двушке. Для меня это было всегда непонятным. Это ужасно. Я приходила в гости, а он ходит по квартире, как будто дочери нет. При этом мама ничего не делала. Получается, была наблюдателем». И кто-то пишет под этим комментарием, «У меня только один вопрос в этой ситуации. А где любовь к дочери? Ведь дочь – это часть этого отца. Как он тогда может не любить частицу себя? Как может быть у отца какое-то другое чувство, кроме любви к дочери? Это что, неумение любить?» И ещё несколько таких же комментариев. Ну ладно, давайте пока конкретно на этот отвечу. Смотрите, это действительно неумение любить. Вообще человек, который очень любит наказывать игнорам по делу и без дела, то есть может молчать ещё как вот этот папа месяцами, это странно, что вы сомневаетесь, это однозначно неумение любить. Кто не умеет любить? Как правило, нарциссично-психопатичные люди. Они такие очень любят в инфантилов играть. Это инфантильная позиция, но инфантил – это не значит маленький. Не путайте инфантильность детей, инфантильность вот таких вот взрослых товарищей. Взрослые дети, они не ведут, что творят. Они маленькие, всё это у них как-то там по наивности. Они, конечно, быстро научаются манипулировать, но всё-таки не с самого раннего детства. А вот когда это делает взрослый, то эта инфантильная позиция в каком плане? Я надулся, я обижаюсь на вот эту маленькую доченьку свою, я вот этот здоровый лоб, которому лет 40, я обижаюсь вот так, вот так губки у меня надуты, вот так. Вот в чём инфантилизм, понимаете? Или хорошо, пусть они не надуты, а не поджаты. И вот так хожу по квартире, я показываю всем, какие вы все твари, а какой я белый и пушистый в белом фраке и с бантиком. Вот что этот папаша делает. Для чего? Пьёт кровь, это одна версия, пьёт кровь, эмоциональный абьюзер. Он понимает, что всем некомфортно от его этого состояния молчаливого. И он таким образом наполняется, злорадство такое внутри, и такой, знаете, демонический смешок так и слышится, так сказать, внутри него. Я вам всем испорчу жизнь, я вам покалечу психику, чтобы вы никогда не радовались. Вот, ну потому что он сам радоваться не умеет, у него какие-то проблемы во всем по себе. Нарушенный человек психически, и ему хочется измазать в этом говне и остальных. Особенно, если он видит вокруг каких-то эмпатов. И его так бесит радость этих эмпатов, что хочется их вымазать в этом говне и тоже сделать несчастными. Ему тогда полегче будет. Такой вот садизм определенный. Так, что еще может быть, кроме конкретной подпитки? Он таким образом что-то для себя пытается получить. Что вот? Может быть, он, это как, знаете, как ультиматум. Что-то он хочет получить, заставить. Такая манипуляция. Я вас заставлю что-то для меня делать. Не знаю чего. Слушаться, ползать на коленях, умолять о прощении. Что вы еще сильнее меня любили от того, что вы не можете добиться моего расположения и моей любви. Ну, это все равно про какой-то тоже садизм, манипуляцию. То есть, чего он там добивается? Я не слышала про такие случаи, когда реально отец этот делал был с добрым сердцем. Чтобы это делалось для, ну, действительно, какой-то гуманной цели. Ну, потому что даже для гуманной цели эмпатичный родитель, даже если у него очень сложный ребенок, он не сможет молчать 3-4 месяца. Это физически, он психически, физически это не выдержит. Понимаете? Вот чем отличается психика нарцисса и психопата. Нарцисс выдержит. Еще как? Он будет так этим подпитываться, что прям по кайфу будет с каждым месяцем. А эмпат не выдержит. Вот такая вот получается история. Конечно, я допускаю, что бывает исключение, если приходится жить на одной территории. И, допустим, ребенок, как правило, подросток и старше, потому что с маленьким проще справиться. Вот действительно бывает, ну, какой-то, ну, совсем вот неуправляемый, в общем, допустим, психопат. Допустим, психопат вообще невменяемый, неуправляемый, и избавиться от него не избавишься, да не выселишь ничего, он еще не совершенно, или она не совершеннолетний. Но надо как-то воспитывать. Но я вот пытаюсь просто представить, поможет ли здесь игнор. Ну, допустим, может быть, поможет. Но, повторюсь, зная эмпатичных людей, они столько времени не выдержат. Ну, может быть, они выдержат три дня, но они не выдержат три месяца. Вот. А я знаю такие случаи, когда доказание игнором, оно же еще имеет продолжение. Вы вам в школу идти, и вас могут завтраком не кормить. Могут вообще сказать, все сели за стол, а ты не ешь. И она там голодная, или он, ребенок голодный, уходит. Как правило, это все эти дети, все эмпаты. Вот сколько я с этим встречалась, все эмпаты. Почему-то над ними вот так измываются. Так, ладно, сейчас я забыла, что там за вопрос-то, какой у меня был вопрос. А, то есть, что это, неумение любить? Да, в общем, это неумение любить, это психопатично-нарциссичный этот папа. А, и вот это вот, он что, не чувствует свою кровинушку? Нет, он не чувствует. У меня есть видео, очень много, когда целый плейлист на ютюбе по психопатично-нарциссичному личности. Я там говорю, у них нет нормальных, адекватных родительских чувств. У них либо это золотой ребенок, то есть, там, переносы какие-то. Например, у матери перенос на сына, как и на мужчину, и на сексуальный объект, и на сыночка. И, в общем, вся она там вот в какую-то созависимость впадает такую. Либо наоборот, как вот, это мое продолжение, но которое я не хочу видеть. Он или она на меня не похожи, или они кем-то фонят, кем мне неприятно. Или вообще это моя конкуренция. Отец может в сыне это видеть, мать в дочери. Какая-то конкуренция, какая-то другая самка подрастает, какой-то другой самец подрастает. В общем, ну его нафиг, и вообще желательно как-то его эмоционально топить, этого ребенка, чтобы он, не дай бог, не перерос в меня, не стал лучше меня, краше меня, умнее меня и успешнее. То есть, вот такие вот примерно там темы. Все, я думаю, что я ответила на этот вопрос.